Это нарушение пищевого поведения и или привычек, связанных с едой, которые дают какие-то последствия, неблагоприятные для здоровья, для психики и или для социального функционирования. Да? Вот научное определение. Если перевести на человеческий язык, это то, когда у человека что-то меняется в отношениях с едой, когда он из-за этого страдает. Я бы выделил два спектра РПП. С одной стороны, когда еды слишком мало, это анорексия, вот эти все ужасы, когда люди не едят. С другой стороны, булимия, когда наоборот, еды слишком много. Но сейчас есть современное представление о том, что РПП это такая единая штука, потому что, когда мы диагностируем анорексию в раннем возрасте, например, 13, 16, 17 лет, 20. В части таких пациентов после 30-40 лет мы находим полную противоположность. У них переходит булимический спектр. Булимия, не ожирение. Ожирение – это отдельная вещь, я про это скажу, если успею. Да. И многие современные исследователи говорят, что суть РПП одна – это сверхконцентрация на еде, теле и их контроле. То есть, когда во главу угла ставится, я должна быть либо худой, либо я стараюсь быть худой, или должна контролировать еду. У одних это получается или это анорексия, у других ни капли не получается. Это булимический спектр или компульсивное переедание. Но вот это центр, вот это ядро. Раньше это расстройство тоже было, говорят, вот сейчас много РПП. Их раньше тоже было много. Просто раньше им ставили, вот если они добирались до психиатра, им ставили все. Шизофрения у тебя бред, но это, в кавычках, бред, который сосредоточен исключительно на одной теме. Во всем остальном они адекватны, потому что при больших психозах бред, то, что пронизывает всю жизнь. За мной следит ФСБ, и человек начинает обклеивать изнутри всю квартиру фольгой, значит, фольгу подклеят в шапочку, чтобы его мозг не излучались. Да, ноутбуки закрывают камеру скотчем. Это не паранойя, это нормальная предусмотрительность. Говорит человек такой-то, как... Мы просто так делали. Большой брат, у меня кнопочный телефон. А ноутбук? Там да, там да. То есть там бред тотальный при больших психозах. При РПП, во всем остальном, у них нормальные отношения с сообществом, с работой, но вот этот прикос есть с едой.